здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала мы продолжаем или возможно заканчиваем игрушечку thomas was elon а дело в том что несмотря на то что в прошлой серии уже пошли титры типа все закончилось на самом деле можно выйти в выбор уровня и увидеть что здесь есть еще вообще закрытый раздел и раздел цель я не уверен возможно раздел цель это вот эти как раз кубы которые мы собирали то есть мы по сути вроде бы типа как бонусные уровни что ли открывали или что-то вроде того так что есть еще какое-то продолжение этой истории давайте на него посмотрим прежде чем поносить окончательный вердикт этой игре поехали задолго до томаса т23 612 были другие это были прототипы испытания мы были шокированы когда один из тысячи развил могучую черту надежду чем ваша уникальность друзья бенджамин и его отец поднимались по камням если они будут двигаться быстро то вполне успеет увидеть фонтан до наступления темноты бенджамин специально для этого принес сэндвич они были без корки отец бенджамину наставил на они были тщательно изготовлены и упакованы в опрятные коробочки уже многие циклы сколько он себя помнил бенджамин поднимался вместе с отцом каждым разом сияние казалось ближе и более осязаемым бенджамин надеялся что когда-нибудь сможет добраться до него и прикоснуться к нему ну если отец будет так хреново залазить то мы точно ни на какое сияние не успеем ну ладно куда-то куда-то лезу они могут плавать не могут ли они плавать и проверять я как-то вот прям не рискую ну я его сверху сохранил давайте попробуем так мелкий точно нет батя в принципе тоже хорошо понял принял отец сынам лезут на какую-то гору любопытно и и и и и и и Бенджамин бежал. Отец сообщил ему, что он был готов, что он был наконец-то закончен. Куда бежал? К чему закончит? Непонятно. Было несколько неудач. Бенджамин видел прямоугольник, испытывающий Марк 26. Теперь он больше похож на трапецию. Ладно. Видимо, другие искусственные интеллекты периодически встречались. И не все были удачными проектами. Хотя я не могу сказать, что квадрат это очень уж удачный проект. Особенно учитывая, что он с собакой не прыгает, когда надо прыгать. Как бы, чем не нравится трапеция, я не понимаю. Отличная фигура. Включить jetpack? Отец Бенджамин указал на специальной кнопке и сказал ему подлететь к ним, но медленно. Слушай, да, он бесконечный. Это прикольно. Кстати, по-моему, как раз разработкой jetpack'а кто-то по имени Бенджамин и занимался. Я точно не уверен, надо бы проверить. Бенджамин не обращал на это внимание, выполняя последовательности, как можно быстрее. Ему жутко хотелось испытать его должным образом, чтобы долететь наконец-то до фонтана. Окей, ну это вообще как-то по-читовски. Jetpack? Это уже отличный. Поверяйте. но Бенджамин был уверен, что отец не будет против. Закрытые двери были предосторожностью, а покрытые шипами стены — дружеским напоминанием об обвесностях окружения. Да уж, очень хорошее дружеское напоминание. Ну, сохраняшек полно. Этот цифровый замок на джетпаке, как оказалось, было очень просто разгадать. Так, неважно. Вот так вот как-то. Сложно. Надо максимально уменьшить инерцию. То есть, по чуть-чуть. Блин, ну по чуть-чуть не получается. Коварно. Анна приняла решение. Фонтан казался отличной идеей, когда начала. Приключения. Что важнее, приключения, с которым она могла справиться и в одиночку. Но вообще, они вот эти вытянутые, конечно, да, им тяжеловато самим справляться с приключениями. Но она не была одна, а не видели ее. Вот так, программисты, наверное, разработчики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Бенджамин же начинал привыкать к этому. Он мог летать, но нужно было не забывать о цели, и он должен был добраться до фонтана. Добраться до фонтана, прикороцнуться к нему, вернуться домой к обеду. Отец даже не заметит, что его вообще и не было. А, ладно. А я не понял, они ходили на него с отцом посмотреть, но типа батя говорил, не трогай этот фонтан, не надо его трогать. Или что, или как. Вот местами смерти можно даже использовать. Казалось, прямоугольник вообще не впечатляет джекпак Бенджамина. Она даже ничего не спросила про него, она просто продолжила смотреть вверх, и что-то бормотала про облака. Окей. Бенджамин сначала обиделся, но потом решил, что со временем это пройдет, и она когда-нибудь заинтересуется. Так, а наш Бенджамин может попрыгать на Ане? Не, ну как бы попрыгать-то он может, только будет ли от этого какой-то эффект? Надо ли чехто смотреть? Нет. Нет. Анна пыталась отговорить оскорбительном прямодушном квадрате от его плана. Она должна была покинуть его, пройти через следующий портал домой и забыть про эту большую трещащую машину, которую он так героически указывал. Где-то еще кнопка, что ли, да? Естественно. Они были на полпути к фонтану. Бенджамину стало казаться, что отец к этому моменту уже заметил его отсутствие. Бенджамин надеялся, что его простят. Ну, знаете, там, безрассудство и умность. Отец только трудился над этим джетпаком. Понятно. Так, а может быть, она синяя, она может плавать? Нет, она не может плавать. Так, ну ладно, до кнопки добраться. Может, тогда что-то лучше будет. Ана попыталась снова. Она рассказала Бенджамину про ослепляющий свет фонтана, про облака, защищающие его. Она умоляла его остановиться. Он лишь рассмеялся в ответ. Он не боялся облаков, какими бы пиксельными они бы не были. Он мог взлететь выше них и отлететь, или уклониться от них. Он напугал ее. Подключение к интернету было крупнейшим промахом, оставленным системе безопасности. В конечном итоге, Томас АТ-23-6-12 использует его для обретения разума. В ранний цикл он стал причиной гибели многих обещающих и... Так, Соня здесь, да? Да, Соня здесь, нормально. Сара трепетала при виде квадрата. На Саре или Соня была, или другая? Ее голос гудел, звуча гром черева джетпака. А, ну это она. У тебя, случайно, нет сэндвичей? Это Соня, да, не Сара, извиняюсь, друзья. Это та самая Соня, которая... Которая потом присоединяется к отряду. Ммм, ладно. Вот это подло. Да что такое? Ммм. 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 милый казалось весьма впечатленный его джекпаком чтобы осмотреть на него все это время она была полна скептицизма она не понимала его мечту важность его действий окей теперь это похоже на голову летающего мексиканца летающего зеленого мексиканца мексиканцы зомби мексиканцы зомби в дурацкой фиолетовый сомбреро прикольный уровень его можно намного быстрее пройти но я просто хочу посмотреть вдруг я где-то может кубик пропущу или еще что-то поэтому осматриваю уровень иду его не спеша но на самом деле поход тут просто по прямой так походу нас сомбреро съезжает надо где-то стать поправить а так а двойной прыжок он тоже был круто оттуда я не спорю помогал очень часто шляпу сбили 1 нет ничего тут нет Фантаз знаний казался отличной идеей. Бенджамин не рассказал ей, что это на самом деле. Она подозревала, что он и сам не знал. Он парил впереди, пока она прыгала позади него, помогая все более смирившейся Ане. Сара подозревала, что она не верит в Бенджамина. Она была напугана. А, у нее не хватало веры, чтобы верить в их лидера. Сара заметила, что думает более эпично. Она подозревала, что это героизм Бенджамина. Каждому герою требуется преданный ученик. Может быть, это ее призвание? Уж точно не она. Если вы вспомните, у нас... Так все-таки Сара или Соня? Сара, она же, когда к отряду к основному присоединилась, она же тоже как бы искала фонтаны. Значит, я так подозреваю, что у них тут все-таки ничего не получится с этим фонтаном. Ну ладно, посмотрим. Ну, по идее, не получится, потому что нам же рассказывали уже. Типа ничего не вышло. И зачем ей искать бы его тогда, если бы все получилось? Сара и Соня в этот раз они все действительно надоело она пыталась самую восхвалительный квадрат и фиолетовый оратор короче но другие не хотели слушать она закрыла за собой дверь она останется здесь безопасном месте она может подождать пару циклов кто знает может это будет достаточно она устала от приключений хорошо очень рано вы сдались и она понятия не имела что ж такое эти сэндвичи ну не хочет и не надо сара рассмеялась так как больше не боялась сомневающая она скрылась из виду я думаю нам надо будет подлететь ее там забрать бенджамин нес ее все выше и выше он клялся что фонтан близко то скоро она увидит как он прикоснется к нему слава богу мы не тащим за собой батю он сказал что фонтан раскроет великие вещи она надеялась что он поделится с ней хоть малой толикой потому что тащить бантию до фонтана через все вот это это было бы очень даже проблемно окей я понял нет я не понял где-то кнопка должна мир окружающий фонтан был ярче остального свет словно окутывал пространство вокруг него выливаясь в помещение она сейчас упадет ко мне бенджамин был близко и джетпак работал бенджамин снова подумал про отца он думал как сильно будет гордиться большой квадрат его подвигами в смысле где-то еще кнопка а я уж сразу тогда вниз проверю потом кнопок нет по идее козявка уже должна упасть блин сколько можно ну окей падаем или летим Сара знала, что не может дальше следовать за Бенджамина. Она подождет здесь, он скоро вернется и все ей расскажут. Нормально, идем вместе, че ты. Не бросаем друг друга. Свет стал еще ярче и со слезами в глазах Бенджамин вознесся ввысь. Он сиял перед ним, его свет молчками отражался от стен. Это было невероятно. Именно на то, на что он и надеялся. А где Сара? Где Сару потерял? Сэндвичи уже и не имели значения. Малая фиолетовая фанатка уже не имела значения. Там были лишь Бенджамин и Фонтан. В смысле, а куда она делась-то? Я ж с ней прилетел. Цвет охватывал Бенджамина, но он не мог. Он не мог? Он не мог? Это, короче, тупо лабиринт, что ли? Прикольно. Нет, наверху прохода. Это он типа по интернетам, что ли, лазит или что? Бенджамин был слеп. Он видел тень, яркий свет, данный несчастливым и необразимым комбинациям. А затем все пропало. Он не был к этому готов. Он сел, больше ничего не оставалось. Он попытался найти путь домой. Короче, он увидел интернета, но так и не понял, что он сейчас увидел. Просто безумный поток информации. Может, да, может и нет. Но вроде почти добрались. Сара пала. Бенджамин застрял там. Она понятия не имела, увидят ли... Видятся ли они еще когда-нибудь. Надо просто тупо попасть в тайминге. Если бы я еще знал, куда падать. Фонтан уничтожил все. Он выпустил облака. Он ослепил Бенджамин. Он ослепил Бенджамин. Сара плачет. Она увидит его снова. Она должна вернуться к нему. Она узнает, что это такое. Что в нем находится. Ну, теперь я понимаю, все-таки, конец игры. Хоть и титры те же самые. Почему идея 24 уровня, ну, 2,4 уровня, принадлежит кому-то отдельному? Типа, другие не считаются. Другие фигня, вот 2,4, это самая бомба. Интересно. Ну что, друзья, вот такая вот игрушечка. Томас был один. Я не знаю. Ну, в целом она прикольная. Она выдает все, что она может выдать из того, что она имеет. И, конечно же, она имеет неплохую историю. В общем-то, это все, что она имеет. Я доволен историей. Мне лично было интересно наблюдать за Кубаби. Я бы даже сказал, что история Бенджамина мне даже... Она вроде как дополнение, да? Но одновременно с этим она была мне даже как-то больше интересна основной истории. Не знаю почему. Но и основная прикольная, потому что действительно соотносишь квадраты с людьми, с их, скажем так, поведениями и так далее. То есть, прикольно. Не очень хорошо открывается суть происходящего в этом мире. Очень не очень читаются диалоги, потому что они часто куда-то скачут. Возможно, это просто трудности перевода, потому что русский язык, он как бы длиннее. Но все-таки неудобно было читать. Вот не очень в этом плане было хорошо. Также местами чувствовалась хреновость именно движка игры. В каком плане? Это все-таки платформер. Для него очень важно, чтобы он вел себя адекватно в вопросах прыжка и взаимодействия поверхностей. Потому что иначе какой смысл от платформера, который работает криво? В этом плане мне не очень понравилось, конечно. Но все это мелочи на самом деле, потому что на самом деле интересно было. Интересный момент, интересный такой легкий ненавязчивый геймплей на самом деле. Приятная игрушечка на несколько, да даже можно и за один вечер ее спокойно протоптать. Но не что-то выдающееся. То есть это такая вот игрушечка в районе, наверное, шести основной оценки. Но мне понравилось. В целом мне понравилось. Неплохая индюшатина. Надеюсь, вам тоже было интересно. На этом, друзья, все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте ваши оценочки, рекомендуйте канал знакомым. И до следующих игр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok